Дворцовый переворот завершен. Светлана Чечель приступила к работе во Дворце Творчества. В следующий раз скульптуры будут из железа и бревен. Вандалы разрушили арт-объекты. Инцидент произошел на Ключевском шоссе недалеко от карьера. Примерно в 17 часов вечера неизвестный обстрелял из пневматики два проезжавших мимо пазика. У маршруток разбиты стекла. В социальных сетях уже появились свидетельства очевидцев. Так, одна из пассажирок маршрутки, женщина с ребенком, обращается к стрелявшим. Хоть на минуточку поменяйтесь местами со мной, матерью. В двух сантиметров от головы моего ребенка была дырка от пули. Сейчас проводится проверка по данному факту. Личность стрелявшего устанавливается. В демонстрацию вандализма превратилась выставка современного искусства в Петрозаводске. Необычные скульптуры появились в пойме лососинки в конце июля. Тогда впервые в столице Карелии прошел фестиваль ленд-арта Карелфест. После окончания фестиваля художники не стали забирать скульптуры. Хотелось, чтобы они радовали глаз петрозаводчан. Однако устоять не смогли вандалы, не скульптуры. Вот этот стеклянный лес остался теперь только на фото и видео. Скульптуру пытались восстановить, но сейчас все столбики вывезли полностью. А вот эту работу из дерева финского художника уронили на землю. Видимо, кто-то пытался взобраться на конструкцию, несмотря на предупреждение. В июле, когда фестиваль открывали, его организатор-художник Владимир Зорин говорил, все работы оставят в сквере. Петрозаводску необходимо искусство для человека и для жизни. Уже тогда художник говорил, все работы оставят, чтобы порадовать горожан и туристов. Надеялись на понимание. Оно продлилось два месяца, и вот кто-то не смог удержаться. Организаторы восстанавливать скульптуры не будут. Но в следующем году фестиваль ленд-арта в Петрозаводске состоится вновь. Проект поддержан Министерством культуры России. Работы, правда, будут, скорее всего, из железа или бревен. И еще один хулиганский трюк стал предметом внимания пользователей интернета. В сети появилось фото машины, брошенной посередине Гоголевского моста. Как выяснилось, со стороны Лассасинского шоссе заграждений уже нет, поэтому машина беспрепятственно въехала на аварийный мост. Фото было сделано минувшей ночью, сегодня днем машины уже не было. Плата за детский сад в Петрозаводске вновь вырастет. С 1 января 2015 года она подорожает на 15 рублей в день. Родители уже уведомляют о повышении. Один день в детском саду будет стоить 155 рублей. Это если ребенок находится в саду. И 133 рубля, если отсутствуют без уважительной причины. Таким образом, месячные затраты на садик для родителей вырастут на 300 с лишним рублей. Если сейчас, в месяц из семейного бюджета на детский сад уходит в среднем около 3200 рублей, то с января будет 3500. В мэрии Петрозаводска сообщили, что соответствующее постановление уже подписано главой. Скандал во Дворце творчества детей и юношества. Новым руководителем учреждения стала Светлана Чечель, бывший директор издательского дома «Губерния», экс-глава администрации Прионежского района и один из самых известных представителей команды политика и бизнесмена Василия Попова. Громкое назначение состоялось вопреки желанию педагогов и родителей. Бывший директор Дворца Оксана Старшова уволена без объяснения причин. Народ против Светланы Чечель. Почему? Александр Гнетнев пытался разобраться. Назначение Светланы Чечель директором Дворца творчества обернулось скандалом. Прежний руководитель Оксана Старшова уволена без объяснения причин. Новый директор Светлана Чечель, двоюродная сестра Василия Попова и один из главных игроков команды влиятельного петрозаводского бизнесмена и политика. Дорогие друзья, коллектив педагогов, сотрудников Дворца творчества детей и юношества города Петрозаводска приглашает вас сегодня на акцию протеста. Против чего мы протестуем? Мы протестуем против увольнения нашего директора Старшовой Оксаны Николаевны. Педагоги возмущены тем, что смена руководителей во Дворце стала тенденцией. Как только в мэрию города приходят новые люди, во Дворце увольняют руководителя. Есть места, в которых люди приходят, чтобы посмотреть. В мире-то гармония все-таки есть. Это место такое, такие места, это как наш дворец. А теперь и дворец перестал быть местом, где логично, понятно. Это скандал. Николай Вахтеров 20 лет трудится во Дворце творчества. За это время сменилось семь руководителей. Кадровая чехарда нервирует коллектив и мешает работать. Он уверен, новый директор должен назначаться по конкурсу, а его кандидатура должна быть согласована с творческим коллективом Дворца. Эта частая сменяемость, она лихорадит. Она просто лихорадит. И вот последняя смена просто привела к скандалу. Чего я считаю нельзя делать, потому что не наша профессия, не наше учреждение. Мы не имеем права быть замешаны в скандал. Мы не имеем права быть участниками скандала. Нам внутренняя вера не позволяет быть участниками этого. Мы не для этого детей сюда собираем и влюбляем в это дело, чтобы показывать, что скандал – это способ решения. Но без скандала не получилось. Бывший директор Дворца творчества Галина Разбивная уверена, что дворец – уникальное учреждение и требует к себе особого подхода. Грубые кадровые перестановки, вопреки желанию творческого коллектива, вызвали волнение. Это очень печально. Почему? Потому что, оказывается, об общественности, которые постоянно говорят со всех трибуны, самый первый, допустим, тот же Путин, ничего не значит. Общественность ничего не может решить. Все решается в кабинете. Новый директор Дворца Светлана Чечель считает, что масштабы скандала заметно преувеличены. Уже в первый день я почувствовала, что коллектив не принял меня. Они мне улыбались, они со мной здороваются, они готовы со мной работать. Светлана Чечель заявила, что она филолог по образованию. Семь лет отработала учителем в школе номер 26 Карельской столицы. Она считает, что как руководитель и менеджер она состоялась. При этом Светлана Чечель призналась, что программы развития Дворца у нее пока нет. В то же время она заявила, что никаких глобальных реформ она не задумала. Никаких революций я точно не планирую. Если все работает, все слажено, все отлажено, все хорошо, зачем что-то менять. Педагоги учреждения на данный момент обещают продолжить работу и не допустить потрясений для учащихся Дворца. Главное работать честно, добросовестно, быть честным перед собой в отношениях своих функционала своего. Если мы работаем и работаем хорошо и честно, нам ничего не страшно. На следующей неделе должна состояться встреча коллектива и Галины Ширшиной. Работники Дворца смогут задать вопросы лично мэру Петрозаводска. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Это новости телеканала Ника+. Мы продолжаем. Завтра, 11 октября, Театр драмы «Творческая мастерская» представит новую постановку. Спектакль «Все не так, как кажется» поставил режиссер Андрей Тупиков по пьесе Тома Стопарда, которого называют чуть ли не культовым драматургом. Однако пьесу режиссер выбрал раннюю и не всем известную. Свой выбор он объяснил журналистам на пресс-конференции. Это владельная доска. Даза! А мы ищем обрубок или обрубки с муглой ноги. Верно, Стопар! Супружеская пара и пожилая маман, возвращаясь в выставке бельгийского художника-сюрреалиста Магрита, оказываются в центре нелепого полицейского разбирательства. Пьеса «После Магрита» – ранняя работа британского драматурга Тома Стопарда, не самая известная. Написана в жанре комедии детектива, герои которой своеобразно воспринимают одни и те же события и факты. Стопарт не потому, что он стопарт, а потому, что мне понравилась пьеса, которая называется «После Магрита». Это хорошая, смешная шутка мастера на тему нашего мировосприятия. И воспринимаем мир каждый в своей реальности и порой живем не пересекаясь. Но надо с уважением относиться к чужим реальностям, я бы так сказал. Московский режиссер Андрей Тупиков сотрудничает с нашим театром уже 21 год. За это время он поставил больше 20 спектаклей. Почти все актеры, занятые в этой постановке, хорошо ему знакомы. Я знал, что они меня поймут. И что наш коллектив будет командой. А это главное в театре. Андрей Тупиков также объяснил, почему роль матери, как сказано в пьесе «Пожилой дамы упрямой и ворчливой», в спектакле исполняет молодая актриса Ольга Саханова. Роль подразумевает достаточно много пластики, движения, что актрисам более старшего возраста достаточно сложно делать. Рисунок подразумевает много физической нагрузки. Сложилась ли актерская команда в новом спектакле? Оценить вы это сможете уже завтра, 11 октября. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Программу «Старый город» смотрите сразу после выпуска. А я, Марина Коботюк, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова